Йоу, чуваки, всем здорова! Трудно было к Инжаве вас поприветствовать, впрочем, ладненько, ближе к сути. Все ведь знают игру крестики-нолики. Это то, во что ты играл с соседом по парте на скучных уроках, ну и может быть на других, не особо важно. Собственно, то, насколько она популярна, создаёт отличный повод запилить её на юните за пару минут, так что начнём. Я не собираюсь сделать шлаг с графикой из пейнта, ибо моя задача сделать презентабельный шлаг при игре, в который не будет идти кровь из глаз. Исходя из совокупности всех вышеперечисленных фактов, я намекаю на то, что нужно сделать красивый графончик, чем мы, собственно, сейчас и займёмся. Внимание, список того, что нам нужно. Это фон, и его мы стыбзим с инета. Игровое поле, ничего сложного, просто пара палочек, а если быть точным, то пара... пара... крестик, нолик и палочки. Три последних, в свою очередь, будут анимированы. Анимацию я делаю в фотошопе. Да, мне заняться нечем, я знаю. Но на всякий случай я покажу, может кому-то пригодиться. Так вот, моя задача была сделать анимацию, где я их типа рисую, аним мгновенно создаю. Поэтому я нарисовал их в фотошопе по кусочечку стюарда основания, и потом просто делал Ctrl-Z сохранить, Ctrl-Z сохранить. И так до тех пор, пока не выйдет лакшери аним. Теперь залетаем в Unity и мутим уровень. Ставим всё как хотим, а далее создаём наши объекты, кидаем каждому анимацию и убираем зацикленность, чтобы она отрисовывалась только при старте и всё. Но опять же, всё на ваше усмотрение. Дальше делаем вот такую вот фигню. В каждой ячейке у нас будет по одному крестику и нолику. Оба они до поры до времени отключены, пока на них никто не нажал. Это сделано с целью не использовать инсташейд и не создавать объекты на ходу. Где-то слышал, что это плохо и так делают лишних. Мы просто будем в зависимости от того, кто ходит, активировать крестик или нолик. Также в каждой ячейке должен быть пустой объект с коллайдером, имя которого соответствует номеру ячейки. Отчёт начинаем с нуля, мы всё-таки программисты. Создадим ещё пустой объект, называем его line. Он будет превращаться в нужную нам палочку. Также добавим текст, который будет отображать чей сейчас ход. Теперь займёмся кодом. Будет два скрипта. Первый будет отвечать за всю механику. Второй за то, что мы кликнули по какой-то из ячеечек. Начнём с первого. Для начала нам нужно добавить две библиотеки. Одну для работы с UI элементами, это всякие кнопочки, тексты и так далее. Другую для работы со сценами, чтобы мы могли сделать рестарт уровня. Создадим два массива игровых объектов, один для крестиков, другой для ноликов. Позже создадим три линии, одна из которых будет поначалу пустой. Добавим текст, после три цвета, которым он может быть. Далее создадим инт массив, в котором мы будем логически обрабатывать хода. Если в ячеечке нолик, то там ничего нету. Если там единичка, то там нолик. Если там двоечка, то там находится у нас крестик. После будем считать количество шагов, а также две перемены для предположительных ходов. После перемены для того, чтобы была иллюзия, что противник думает. А также две булки, кто первый сейчас ходит и чей сейчас раунд. В старте для раздумий этому дебилу будем давать от одной до трех секунд. Потом совершенно случайно решаем, кто первый из нас будет ходить. В апдейте, если играть еще можно и ходит противник аниме, будем выводить это на тексте. Для текста, точнее для его редактирования будет отдельный метод. Если мы планируем написать ничья, текст будет нейтрального цвета. В остальных случаях, в зависимости от того, кто первый ходил и чей сейчас ход, будет соответствующий цвет. Итак, после выхода, если время на раздумье у этого человека вышло, то мы будем пытаться походить в случайное место. Если же это место каким-то очень важным таким занято, то мы будем искать его повторно. После мы совершаем ход, логика которого прописана в отдельном методе. Тут опять-таки в зависимости от того, кто первый ходит и чей сейчас ход, по-разному будет записываться ходы. После чего мы будем увеличивать количество шагов на один и совершать проверку на случай, если кто-то дохера умный победил. Также мы будем менять значение перемена, кто сейчас ходит на противоположное. Итак, проверка на победу, внутри будет цикл, который будет проверять ходы ноликов и крестиков. Далее будем чекать всевозможные варианты, в которых может быть 3 клеточки подряд одинакового значения. Всего таких вариантов 8, 3 по горизонтали, 3 по вертикали и 2 наискосок. Для каждого случая будем вызывать метод завершения игры и передавать в аргументы соответствующую циферку. В конце игры мы будем количество шагов равнять 10, чтобы уже точно не походили. Как и ранее, в зависимости от того, кто начал и кто ходил, полосочка будет нужного цвета. Так же и с текстом. После активируем эту палочку и в зависимости от того, какой номер мы получили, в свитч мы будем под нужным углом и на нужном месте отрисовывать эту палочку. После в апдете, если он еще такой весь деловой думает, то ежесекундно будем отнимать от времени на его раздумье единичку. Если ход наш, то мы будем изменять текст, но логику тут писать мы не станем. В случае, если никто не выиграл, а ходов уже максимальное количество, будем выводить слово ничья. После, в случае, если уже полностью отрисовалась одна из палочек или текст показывать ничью, и мы как конченые херячим по экрану, то мы делаем рестарт. Это тоже отдельный метод, в котором мы просто перезапускаем сцену. А отлично, летим в Unity, создаем пустой объект для этого скрипта и заполняем все нужные поля. Теперь займемся вторым скриптом, в котором мы будем регистрировать наши клики по экрану. Создадим игровой объект, который в старте будем находить под имени. Это объект, на котором скрипт, отвечающий за всю игру. Далее, в методе onMouseDown, в случае, если на месте ячейки под номером, который соответствует имени объекта, по которому мы нажали, ничего не будет, то будем совершать ход, а также генерировать время для раздумий нашему сопернику. Почти все, теперь кидаем это творение на каждый из 9 коллайдерных квадратиков и можем запустить. Запускаем, чтобы протестировать и... Все работает, это... Магия какая-то прям... Собственно, на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибочки за просмотр. Не забывайте ставить лайкосики, подписываться и всячески наводить хорошую суету. Также пишите в комментариях, какую бы игру вы хотели увидеть в последующих видео. Также не забывайте, что в феймаркете появилась моя игра, которую вы можете скачать по ссылке в описании. Ну а на этом у меня все. Всем спасибочки за внимание. Покедова! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok